Недавние фотографии со съемочной площадки Mortal Kombat 2 указывают на место преисподней в каноне фильма, а также подразумевают включение еще одного культового персонажа. Судя по новым подробностям о Mortal Kombat 2, становится все более вероятным, что самая интересная теория о Саб-Зиро окажется правдой. Успех сиквела 2021 года породил множество теорий о местах и персонажах, которые могут появиться в грядущем фильме. Хотя Mortal Kombat был неоднозначно принят зрителями, его хвалили за то, что он является точной адаптацией видеоигр, на которых основан фильм, а также за обращение со многими любимыми персонажами. Однако Mortal Kombat критиковали за исключение ключевых персонажей и мест действия по неочевидным причинам, что привело к появлению множества теорий о Mortal Kombat 2, касающихся отсутствующих героев, злодеев и мест действия. Поскольку Mortal Kombat 2 находится в разработке, не исключено, что исключение некоторых персонажей и известных мест из видеоигр было преднамеренным, так как всегда существовали планы по их включению в будущие части. Более того, гибель Бихана от рук Скорпиона и Коул Янга в кульминационной битве Mortal Kombat создает предпосылки для появления в сиквеле новых полюбившихся персонажей и локаций. Фотографии со съемок указывают на появление преисподней в Mortal Kombat 2, что крайне важно, учитывая его связь с Биханом и историей Mortal Kombat в более широком контексте. Преисподняя — это версия ада в Mortal Kombat, куда попадают самые злые персонажи серии после того, как их убивают на земле. Это напрямую связано с Биханом, который был отправлен в преисподнюю после убийства Скорпионом на турнире Mortal Kombat в первой игре, но в итоге вернулся на землю как Нуб Сайбот. Если Mortal Kombat 2 последует за игрой, то Бихан может появиться в Mortal Kombat 2 как Нуб Сайбот. У Нуб Сайбота очень хорошие шансы появиться в Mortal Kombat 2, потому что его дебют совпадает с появлением в фильме преисподней. Используя его, сиквел сможет устранить основную критику, которой зрители подвергали Скорпиона в Mortal Kombat. В сиквеле Хан заубивают в самом начале фильма, и он возвращается только в кульминационный момент, когда Коул Янг вызывает его. Чтобы помочь ему победить Саб-Зира. Хотя сама сцена была великолепна, в фильме не было показано, как злой колдун Куан Чи превратил Ханза в Скорпиона, а затем вызвал его для помощи в кульминационной схватке. Появление Нуб Сайбота, а вместе с ним и преисподняя, в Mortal Kombat 2 было бы благом для фильма, потому что это доказало бы, что сиквел собирается адаптировать больше драматических моментов истории и расширить ее. Как и Ханза, Бихан был превращен Куан Чи в Нуб Сайбота. Поэтому если плену Псайбот появится в Mortal Kombat 2, то вероятность того, что Куан Чи тоже появится, возрастет. В зависимости от того, в каком направлении будет развиваться фильм, это может привести к более глубокому рассмотрению предыстории Скорпиона.